Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ сервиза от ЛФЗ «Веселые петухи». Роспись Григорьевой в форме Семенова под названием «Чайка». Яркий, позитивный сервиз, в котором прекрасно все. Например, растительный орнамент и манера исполнения росписи. Вы, наверное, знаете, что есть целая серия посуды от ЛФЗ именно с петухами. Это, конечно, отдельная тема для разговора. Они встречаются в разных вариациях и разного авторства. На этой неделе я обязательно покажу всех петухов от ЛФЗ. Поэтому следите за новыми видео и также добавляйтесь в нашу группу в WhatsApp. Там проходит интерактив. Я показываю много интересного фарфора. Хожу по плашным рынкам и приобретаю все интересное для вас. Присоединяйтесь. Ссылочку оставлю в комментариях. А если вы не можете перейти по ссылке, то пишите мне на WhatsApp. Я вам скину индивидуальное приглашение. У нас сервиз витринного хранения в идеальном состоянии. Я даже думаю, что никто никогда с него даже чая не пил. Наверное, набор был все-таки украшением коллекции. Вы знаете, это безусловно редкость. Такой сервиз вышел на цвет в 1964 году. Сочный, насыщенный, а главное веселый. Продажа этого комплекта рассматривается и попредметно, и целым набором. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Вы знаете, как сильно ценится ЛФЗ. У нас сервиз представлен даже с десертными тарелками. То есть, здесь идут такие печальные троечки. Гармоничное сочетание цветов. И главное, шикарный петух с большим количеством золота. Блеска здесь уж точно не жалели. Ручные подрисовки, ободки внутри, на юбочке и на ручке. Шесть таких удивительных чайных троек. Такой петух, он выполнен с твус тормон, с черным орнаментом, с красными подрисовками, с красивой росписью в стиле русской сказки. Ручка также подрисована цветом и золотом. А внутри такой толстый слой золочения 24 карата. Обратите внимание, какой декор. Его уж точно здесь не жалели. И даже петух здесь намного ярко выделен с другой стороны. Клим Муалфаса. Блюдо с золотыми ободками. Вот сам декор. Сразу узнаваемая работа от автора Григорьевой. Она делала очень интересные сервисы в советское время. Золотые ромашки, мой сад. Такой набор представлен в каталоге Петрова. Этот сервис мы можем посмотреть. Может, у вас есть тот самый зеленый томник, где черно-белые иллюстрации. А вы, наверное, знаете, какие редкие изделия были представлены именно в каталоге Петровой. Красочные и для любителей птиц. Качество самого сервиса вызывает восхищение. Яркие десертные тарелочки с изображением в центре петуха. С красивым вот этим орнаментом. И золото горит и сияет. Я даже не знаю, камера передает в саму красоту этого набора. Ведь он просто чудесный, сказочный. Качество самого сервиса вызывает восхищение. Белоснежный фарфор, LFZ. Кстати, клеймов не груб и то есть повышенной сложности. Я бы даже сказала, что сервис более летний, осенний. Такие троечки по 4,5. Поэтому, если вас заинтересовали, то пишите мне на WhatsApp в наличии 6 чайных троек. Для коллекции, кто собирает LFZ, кто собирает редкость, то, конечно, это изделие для вас. Тем более, на днях будут выходить уже изделия с петушками. Я думаю, можно начать постепенно собирать целую коллекцию с разной серией петухов. У нас дополнительно идут предметы, такие как чайник, сахарница и молочник. И главный предмет, самый редкий, как я думаю, это сухарница. Сразу рассмотрим глубокую сухарницу. Смотрите, какая красота. Высокие стенки. Шикарный петух. Я лично в восторге от этого набора. Тем более, сухарница не часто предмет. Сюда какие-либо угощения. И вообще, такие тарелочки даже используют, как в таких декоративных целях, на 6 тысяч. Поэтому, если вас заинтересовало, напишите меня на WhatsApp. Ну, а теперь посмотрим дополнительные предметы. Я знаю, что эту форму многие любят. Такие прямоугольные предметы достаточно пузатые. Золото на воротничке, на крышке. Также идет ручная подрисовка. Посмотрите, как вся сахарница усыпана рисунком. Вот такой шикарный петушок на веточках. Декор на крышке. Золото горит и сияет. Такой петушок, он даже горит. Здесь такая интересная краска нанесена такими вкраплениями. Вот он этот декор по всей сахарнице. Прямоугольное основание. Форма чайка, всеми известная. Для меня это настоящая русская роспись. Я знаю, что петушки многие любят, собирают. Вот красота. Такая сахарница, цена ее 4,5. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Для тех, кто собирает молоченьки, то этот предмет, конечно, для вас. Так как продажа сервиза рассматривается попредметно, каждый в свою коллекцию может взять любое изделие. Прямоугольный молочник. Опять же, с изображением петушка. Рисунок выполнен с двух сторон. Разнообразные веточки, ягодки и красивая ручка. На каждом предмете проставлено клеймо, что этот рисунок вне группы. Такие изделия всегда ценятся и растут в цене. Смотрите, даже внутри самого молочника золото. Красота. Цена 4,5. Главный редкий предмет это чайничек. Цена его тоже 4,5. Яркий рисунок. Здесь даже носик подрисован. На нем, наверное, больше всего золота. Так как идут подрисовки на ручке, на воротничке, на самой крышке и на носике. Опять же, полностью ручная роспись. Я лично в восторге, тем более сервиз советского периода. Настоящая красота для собирателей. Всего самого редкого. Я вам советую собирать сейчас серию посуду с петушками. Можно, правда, собрать целую коллекцию. Постепенно по одной чайной паре и троечке. Ну или кто-то приобретет такой редкий сервиз в полной комплектации. Я думаю, это чудесный набор для нашего YouTube канала. А главное, для вас. Я очень рада, что я показала такую редкость у себя. В набор входят 6 чайных троек. Дополнительные предметы такие, как чайник, сахарница и молочник и сухарница. Такой сегодня яркий, насыщенный сервиз. Радостный. И на самом деле веселый. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.